21 июля в 17.00 состоялся прямой эфир губернатора Смоленской области с жителями Десногорска. На своем инстаграм-аккаунте вместе с главой Десногорска Андреем Шубиным Алексей Островский обсудил интересующие горожан темы. Удалось ответить на более чем два десятка вопросов. Значительная их часть по благоустройству Десногорска. Обсуждалась перспектива городского парка Атампарк, благоустройство набережной и дворовых территорий. К этому же можно отнести недостроенный ледовый дворец, планы на который, по словам Андрея Шубина, уже известны. После демонтажа на его месте появится каток. Нами принято решение, что каток, крытый именно каток, на плите мы будем реализовывать в рамках муниципального частного партнерства с привлечением инвестиций и с бизнесом. То есть здесь никаким образом не будут задействовать средства местного бюджета, федерального бюджета и, соответственно, областного бюджета. По просьбе жителей Алексей Островский акцентировал внимание главы Десногорска на автовокзале. Успешное его открытие в нынешнем году – это первый этап возвращения транспортного предприятия муниципалитету. Распоряжение ваше о выделении финансовых средств на приобретение автовокзала и участка земли в муниципальную собственность мы получили. Сейчас совместно с управляющим у нас идет подготовка к аукциону, потому что данный объект будет выкупаться через торговую площадку. В настоящий момент автовокзал работает в полном объеме. Мы с марта месяца запустили его в работу, опять же, при поддержке кассерна Росэнергоатом. Поэтому переживаний у десногорцев быть не должно. Важным вопросом, волнующим не только горожан, но и руководство региона, остается медсанчасть номер 135. Медицинское учреждение в перспективе ожидает модернизация. По итогам обращений руководства учреждения и официальных запросов администрации региона, медсанчасть 135 включена, дорогие десногорцы, Федеральным медико-биологическим агентством России в программу модернизации первичного звена. И в ближайшее время медсанчасть будет отремонтирована, будет переоснащена оборудованием и, соответственно, качество оказываемой медицинской помощи улучшится. В завершении прямого эфира губернатор попросил главу Десногорска взять под контроль решение вопросов, которые поднимались во время трансляции, а также работать в формате широкого диалога с жителями Десногорска. Этого от нас ждут люди, они этого хотят и самое главное, что они готовы принимать в этом самое активное участие в определении будущего своего поселка, города, района, области, в целом страны.